Сгод на заходных дадзинах в учениях в Гомельской области прошел циклон с великим снегопадом и заморозками до минус 25 градусов. Порывы ветра досягают 20 метров за секунду. По этой причине в районе сдарился шмат надзвычайных ситуаций за обрывом линии электропередач, разборением даха в дому, подшкоджением трасс теплозабеспечения. На дорогах утворились снежные заносы. В связи с этим, Муравья-Конками собралась комиссия по надзвычайных ситуациях, чтобы держать водное и обмерковать дальнейший ход деянию. После все отправились на пляцовки. Первым пунктом стало ДТЗ Калявески-Балдуи. Произошел ДТП, пострадавшая в автобусе и затор машины. Нужна ваша машина. На дороге около деревни Балдуи. На приеме Балдуи. Нежурнальный. Возвращение в Балдуи. Произошел затор. Автобус из миста упала первая на дорогу. Тут, по легенде в Учене, у западения древа на дороге утворился автомобильный затор до ужиней в километр. У им находятся больше 200 автомобилей, у сирот каких пассажирский автобус потерпелыми. На место прибыли специалисты дорожно-рамонтно-будовничьего управления, которые расчистили дорогу. До автобуса накировались бригады худкой допомоги. У сирот пассажира в салоне были пенсионеры, дети и тяжелые женщины. Усим оказали необходимую допомогу. Подсистема ГСЧС справилась с данной задачей. Все эвакуированы и спасены. Сейчас проводится отработка водной по обеспечению электроснабжения молочно-товарной фермы и городской центральной больницы. В случае порыва так же обидных осадков и порыва сильного ветра произошло отключение данных объектов. Для обеспечения электричности больницы и фермы в Вёсце-Дуравичи туда доставили мобильные генераторы электричности. При этом управление МНС вернуло увагу керавництва предприемству, что в выпадку надзвычайной ситуации электрогенераторы в первую чергу подадут социальным объектам. Тому властникам господарок лучше задуматься об набытии своих генераторов, как позбегнуть страд. А пошнею водной было обеспечение насильництва пятной водой за прорывом магистрального водозабеспечения города. Не глядя на то, что в учении в районе проходили раптовно и без попереджения, аварийные службы справились с задачами. Я считаю, что с водными мы, которые поступили, справились. Данные учения, во-первых, они необходимо проводить, для того, чтобы все были готовы к этому. Но на сегодняшний день службы, все службы, которые задействуются при ликвидации каких-то чрезвычайных ситуаций, они готовы и будут всегда готовы выполнить свои задачи. Для подрыхтовки до снегопада и заморозков подобные в учении проведут во всех районах в области. Гана Коральчук, Игорь Марышенко, телерадуя компания «Гомельс» Будокошелевского района.